Здравствуйте меня зовут Евгений и мы продолжаем изучать Fusion 360. Сейчас мы рассмотрим инструмент Pipe во вкладке Create. Например, на виде сверху мы сейчас создадим скетч. Например, вот такую ломаную линию. Также используем инструмент Spline. Создадим такую плавную кривую. Нажимаем Stop Sketch. Вызовем инструмент Pipe. Нам здесь нужно выбрать только путь. Выберем такой путь и видим, что такая круглая труба получилась у нас. Сейчас я отменю крестикам выделения. Здесь такая стоит галочка Chain Selection. Видим, что когда мы наводим на наш путь, он подсвечивается такими отдельными фрагментами. То есть, на каждом изломе как будто бы он прекращает свой путь. Мы делаем расклик. Два, три, четыре. То есть, мы вручную, получается, прокликиваем все изломы и там, где нам нужно вытянуть нашу трубу. Также еще раз отменю и поставлю галочку опять Chain Selection. Цепное выделение. И вот он выделяет нашу сразу весь целиком весь путь и создает вот такой вот кривую трубу, вытянутую по нашему пути. Также здесь есть такая параметра как distance. Например, мы можем ввести 0,5. Это будет полупути там 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Возьмем единичку. Также мы можем менять нашу секцию. Например, я поменяю на квадратную или на треугольную. Оставим круглую. Здесь мы меняем размер. Например, диаметр нашей трубы будет 15, 20. Здесь есть такое поле Hollow, пустое. То есть, можно поставить галочку и создать такую пустотелую трубу. И, например, мы с Action thickness, толщину стенки, мы здесь можем задать примерно 3 миллиметра или 2 миллиметра. Ну, пусть будет 2 миллиметра. Нажмем ОК. Также можем вызвать сейчас инструмент pipe. Нам нужен тот скетч, старый базовый. Поэтому в браузере вот здесь скетч, откроем вкладочку и активируем наш скетч. Теперь мы выделяем наш путь. И вот по такому кривому сплайну мы создаем тоже такую вот трубку. Можем взять галочку пустотелую. Но мы остыем. Делаем толщину про стенки 1 миллиметр. Вот такой очень удобный инструмент. Очень похож на инструмент свайп. Давайте продемонстрируем. Я сейчас... Давайте садим новый скетч. New Resign. Например, на виде сбоку я создам сейчас скетч. Создам на нем окружность. Вот так вот из центра как-то. Такой двойной окружности. Нажму Stop Sketch. И теперь на виде слева я тоже создам еще один скетч. Например, вот такой вот использую инструмент сплайн. Из центра я так использую. Так, нет, небольшая ошибочка. Так, выбираем скетч. Вот вид споку. И теперь используем инструмент сплайн. Создадим вот такую вот кривую. Нажму галочку здесь. Остановим скетч. И вот видим вот такие вот у нас есть два скетч. Теперь мы используем инструмент sweep. И также выделим, например, наш профиль и путь. И получаем точно такую же трубку. Например, мы можем в профиле добавить еще вот внутреннюю. И получается, что она такая твердотельная получается полностью. Так, добавляем здесь. Убираем этот контур 1 и получаем такую трубочку здесь. Нажимаем ОК. В чем отличие получается sweep от инструмента pipe? В скорости применения данного инструмента. Потому что pipe, он как минимум несколько раз экономит на время. Потому что, чтобы отредактировать эту трубку, я право кликаю правой кнопкой в таймлайне по этому инструменту. Убираю Edit Feature и прямо вот здесь вот я могу поменять его длину. Поменять, например, диаметр. Пусть будет 20 теперь. Вот. Нажим ОК. То есть какие-то размеры трубки мы поменяли. При работе с инструментом sweep мне нужно обратиться к базовому скетчу. По нему правой кнопкой Edit Sketch. Не тот скетч. Нам нужен первый. Edit Sketch. И вот здесь мы можем менять размеры вот наши. Вот здесь менять эти окружности. Остановим скетч. Видим. И вот видим, что поменялись размеры нашей трубки. Можно сделать вывод, что инструмент pipe он призван для экономии времени. Так что пользуйтесь. Спасибо за внимание.